Обеспечить крупный рогатый скот кормами – главная задача хозяйств в летний период. Заготовка сена и сенажа силами сельхозпредприятий района идет неплохими темпами. Урожайность, конечно, могла быть лучше, но дефицит осадков в начале лета подсушил травы. Особенно в степной зоне. Впрочем, без кормов на зиму буренки не останутся. Третий год при Броженском сенаж заготавливают с подвяливанием, как и требуется по технологии. Травостой скашивают 9-метровой жадкой и оставляют на сутки. Сверху подсушило, а снизу еще муки не мокрые. Чтобы сенаж не пересушить, убирать его нужно быстро и интенсивно. К этому в хозяйстве подготовились. В загаде приобрели новый кормо-уборочный комбайн «Дон-680». В паре с другим доном они исправно нагружают измельченной травой 8 камазов. Вот только урожай на зеленой массе с прошлогодней не сравнить. То есть подсушило здорово, даже многолетние травы урожайность намного меньше дали. Но мы как бы подстраховались, мы посеяли чуть больше сенажа в этом году. Ну и плюс у нас есть еще большой объем, почти 670 гектаров у нас кукурузы. Я думаю, что мы наберем кормов. Тем более, что есть переходящий остаток с прошлого года. Измельченную траву камазы везут в сенажную яму. Там ее нужно законцервировать, чтобы коровы зимой получали питательный корм. Зеленую массу здесь целыми днями трамбуют два кировца. А по ночам на укатку выходит еще тяжелый бюллер. Затолкнуть и главное затрамбовать, чтобы не загорелось, чтобы прошла сила саванья. Вот так сенаж испортится, если плохо забортовать. Это уже вторая сенажная яма в Преображенском, которую заполнят на днях. Далее кормоуборщики направятся в Каменку. Там осталось полтысячи гектаров травостоя. За неделю его планируют убрать и набить третью сенажную яму для молодняка. Одновременно в хозяйстве идет заготовка сена. Она подходит к концу. А работают четыре подборщика. Чтобы не привлекать дополнительные камазы на вывозку, здесь придумали их докомплектовать. Ну, обычная телега сделана, как сеновозка. Расширили борта, чтобы больше сена возили. Воздух возить тоже неинтересно. Надо, чтобы эффект был по вывозу. Поэтому сделали, как типа арбы. Чтобы не разрываться между кормозаготовкой и жатвой зерновых, в хозяйстве отказались от озимых культур. Поэтому комбайны на уборку овса и чменя, а потом пшеницы успеют в срок. Тем временем запас кормов на зиму уже будет заготовлен в нужном объеме. Ведь поголовье коров в хозяйстве – одно из самых многочисленных в Скитимском районе. Продолжение следует...